Когда-то именно здесь я вступила на этот путь познания другой культуры, а как мы знаем, невозможно познать свою культуру, если не знаешь другой, то есть свою невозможно познать только в сравнении. И вот сегодня я хочу рассказать про монгольскую веру от поклонения духом предков строгой монастырской винаи. Винаи — это свод правил, собственно, поведения в монастыре. И начать я хотела с своей афиши. Вы видели, что там была вот такая картинка с монахом, который идет к монастырю. И я сделала эту фотографию в Монголии, в монастыре Амарбайс Холмхид. Вот, собственно, можете видеть его с юго-восточной стороны кадр. И как же так получилось, что в Монголии, в стране, где тип хозяйства скотоводства, где употребляют в пище в основном мясо и продукты, которые получают от скота, как так получилось, что невероятно сильно распространился, вот начиная с 17-17 века, буддизм, который по своей сути невероятно мирная религия. И основные как бы из из ее таких догм, это не употреблять для пищи мясо. Но там есть такая небольшая хитрость. Мясо все-таки нельзя употреблять именно то, которое было специально для тебя приготовлено. То есть, по идее, если Далай-Лама приходит в Бургер Кинг, то он, в принципе, может это с мяса съесть, потому что убитым животным было не для него специально. То есть, такая небольшая хитрость. Но да, конечно, все-таки лучше не употреблять его в пищу. И тем самым не причиняя страдания всем живым существам. И вот, собственно, тот монастырь, который вы видите, он был создан в первой четверти 18 века. И хотела на его примере немного сказать слов о том, как, в принципе, была и осуществлялась в Монголии вот эта культура монастырская. То есть, был монастырь, внутри него есть ряд построек, те, в которых проводят разные молебны, те, в которых живут ламы. Также есть специальные здания, где они обучаются. То есть, есть несколько факультетов, чаще всего их четыре. И жизнь вся обращается вокруг монастыря. То есть, это такая единица. Она не только экономический центр, не только культурный центр, но и также политический центр. И понятное дело, что вся торговля тоже идет вокруг монастыря. И что очень важно, у монастыря есть свой скот. То есть, пасется он мирными жителями, мирянами, но принадлежит он монастырю. И в случае необходимости, как бы, он именно для его нужд используется. И, как мы знаем, именно в этом, в скотоводческих культурах, именно в количестве скота определяется это богатство. И тот, кто наделен, собственно, большей властью. И в том числе, как я уже сказала, политическая жизнь была, вращалась тоже вокруг монастыря. Ведь именно из Тибета пошла такая традиция перерожденцев. Это когда есть Тулку, собственно, перерожденец. Человек, наделенный политической властью, и который глава, собственно, монастыря, глава, в принципе, направления целого в буддизме. Например, Далай-Лама, как мы знаем, да, это глава тибетского буддизма, глава школы Генлук. И вот эта линия перерожденцев, она очень хитрым образом устроена. Ведь человек, который будет наделен, можно сказать, даже безграничной властью, когда речь идет про режимы подконтрольные не светскому, а духовному лицу, да, то есть этот человек может быть наделен колоссальной властью. И вот представьте, что вы можете выбирать, из какой семьи этот человек будет выбран. Собственно, вот этот институт, он позволяет выбирать того, кто где будет рожден. И, собственно, часто это бывает такая, происходит различные манипуляции, да, по выбору того места, где будет рожден вот этот Тулку следующий. Собственно, нынешний Далай-Лама, он был рожден вам до, и тоже там с этим связана определенная история. И таким образом можно как бы эти ресурсы, они могут быть сосредоточены, вот эти ресурсы экономические, ресурсы власти, они могут быть сосредоточены в руках определенных людей. И это невероятно удобно, то есть это играет на руку власти. И что вообще, в принципе, довольно известная вещь, религия, она всегда идет рука об руку с сильной государственностью. То есть там, где мы видим сильную такую власть, там мы видим рождение такой четкой, иерархически выстроенной, очень продуманной религиозной системы. И, собственно, вот этот монастырь, он еще прекрасен тем, что в годы, в советское время он не был разрушен, то есть это были 30-е, поздние 30-е, начало уже 40-х, и его хотели сжечь и разрушить. Но было все подставлено так, что горели только постройки вокруг. То есть те, кто там служил, в этом монастыре, они и люди, которые как бы были вокруг, они решили сохранить это сокровище, это чудо. Таких монастырей было очень много в Монголии, подобных их чуть меньше, чуть больше. Просто я вам на этом примеры хотела. рассказать, так как он сохранился, сохранился вот эти черты, такие аутентичные. И в 40-е годы сожгли именно постройки вокруг этого монастыря, а сам монастырь остался в сохранности. Но во всех документах было прописано, что монастырь горел, и его по факту не существуют, только какие-то развалины. И на данный момент, и для сравнения, в таких монастырях обычно жило где-то тысяча монахов, две тысячи монахов. Это считался вот такой хороший, добротный монастырь. Сейчас, для сравнения, там живет 40 человек, постоянных. Летом приезжают чуть-чуть больше для совершения различных молебнов, для поклонения. Там этот монастырь, он такой немного специфический, они поклоняются Драджа Шукдену. Это такое божество, которое очень способствует денежному благополучию. И вот туда часто бизнесмены съезжаются, у них, как обычно, много ресурсов, и они там сильные празднества делают. И вот тоже покровители этого монастыря, такие люди очень денежные. И, собственно, сам монастырь, вот он находится на северо-западе Монголии, вот, как видите, от Улан-Батора. Но здесь эта карта важна еще в том смысле, чтобы понимать вообще контекст, исторический контекст того, как вообще буддизм проникал, распространялся. Как мы знаем, вообще первые контакты с буддизмом у монголов, они пошли от времен Чингисхана, еще вот его при Хубилайхане, который основал монгольскую династию Юань в Китае, был выстроен Пекин, в том числе под его руководством. На службе у него был Пак Балама, он, правда, из школы Саки, не то, что позже было распространено, вот, из школы Гилук. Но тогда уже начали строиться монастыри, пошли какие-то первые заимствования, да, такие, начала идти такая рецепция буддизма, но она была очень точечная, да, это XIII век, она была такими, коснулась, можно сказать, правящей элиты, и не так много чего было построено, там, все-таки, потом, когда пошла раздробленность в Монголии, немножко это затерялось, да, во времени. Но чтобы вы понимали, вот эти места, вот этот тибетский автономный район, здесь буддизм был с VIII века, и это было связано с возвышением Срондзенгампо, да. Вот эти места называются, вот, провинция Цинхай, здесь тоже живут монголы, они называются Dead Mongols, и здесь тоже, как бы, есть буддизм. И вот эта внутренняя Монголия, вот которую я сейчас обвожу, довольно большая территория, она является частью Китая, она, как бы, была буддизирована немножко раньше, чем сама внешняя, вот эта халха Монголия. Там, начиная с... Ну да, в общем, она немножко позже была, это уже конец, да, конец XVI века. И, собственно, ну это такие картинки монастыря, он кажется таким немножко разрушенным, но на самом деле он просто не восстановлен. Все вот эти... И колонны, и основное вот это здание. Тут потрясающе я вам хотела показать. Это все мои фотографии. Потрясающий совершенно потолок. И там очень много таких деталей, то есть они все сохранились, можно съездить, посмотреть. И вот этот монах, он нам рассказывал, да, про устройство, про то, сколько там кого живет. Такие детали сохранились. И, собственно, вот обучение в Монголии, в этих монастырях, оно ведется на тибетском языке, конечно же. Но многие сутры, они переведены были на монгольский язык. И вот видите справа, вот это сутра, это так называемый строписьменный монгольский, но на самом деле во внутренней Монголии им до сих пор пользуются. Вот те монголы, которые в Китае, они не знают кириллицу, и они пользуются вот именно вот этим вертикальным письмом уйгурицей. А слева это сутра уже на тибетском языке. Вот там сначала написано геогарду. Это, значит, из Индии, на индийском языке переведено было с индийского. И настолько, когда буддизм активно проникает вот в Монголию, и в монастырях говорят именно на тибетском, в том числе на тибетском языке, все сутры пишутся также на тибетском, сочинения, которые написаны монголами, тоже издаются на тибетском языке. Там встаёт даже такой вопрос. Эта литература, она принадлежит кому? К тибетцам, к монголам. Ведь пишут её монголы, но пишут они на тибетском языке. Регулярно также делаются такие переводы. Значит, здесь у нас изображение Далай-Лам. Собственно, я обещала рассказать про институт Тулку, про перерожденцев Далай-Лам. И самая левая картинка — это третий Далай-Лама, а следом за ним четвёртый Далай-Лама. И вот, собственно, нынешний. Всех остальных я не стала сюда. Они нам не так важны будут для повествования. Собственно, история вот этого института Тулку, она берёт своё начало именно с третьего Далай-Ламы. А первый Далай-Лама и второй Далай-Лама, эти титулы были даны уже после их смерти, уже потом их наделили такими именами. Именно с третьего Далай-Лама начинается вот этот институт, институт перерожденцев. И, конечно же, он в том числе нужен и создаётся для того, чтобы, как я вам объяснила в начале лекции, чтобы удерживать власть и чтобы она была сосредоточена в определённых руках. И вот третий Далай-Лама, его годы жизни — это, значит, с середины XVI века по конец XVI века. И когда Алтанхан Амда, тоже живший, собственно, в XVI веке, из рода барджигинов, то есть предок Чингисхана, он начинает... На тот момент, когда он приходит к власти, монгольские племена очень раздроблены по всей Монголии. И он начинает постепенно их объединять. Вот как, собственно, Чингисхан был, да, он объединял монгольские племена, но и много чего ещё делал. И понадобилось как бы на услужение религии, и потом вот его внук, как я рассказала вначале, начал возвышать буддизм. А здесь уже спустя, получается, сколько у нас... Спустя три века подобные действия начинают произвести Алтанхан Амда, и он даже подчиняет себе Кар-Карум, то есть он сам был владыкой вот этой внутренней Монголии, которую я вам показывала, но и он в том числе начинает распространять своё влияние и подчинять себе соседние тоже племена Халхи, то есть свободный Монголия. Ну, свободный это я сейчас так говорю, потому что есть свободная Монголия, а есть внутренне подчинённая Китая. И, собственно, он приглашает... Амда приглашает в свою страну Соном Гьяццо, это и есть будущий третий Далай-Лама, поучаствовать в съезде монгольских князей. И хан дарит ему золотую печать с надписью «Печать Далай-Ламы и добудет победа». А Соном Гьяццо в ответ дарует ему, монгольскому хану, имя Брахма, то есть повелитель религии. И таким образом Соном Гьяццо становится первым из Далай-Лам, кого официально начали именовать этим титулом. А потом уже, как я уже повторюсь, дали это имя первому Далай-Ламу и второму Далай-Ламу. И, конечно, он начинает свою активную деятельность, начинает основывать монастыри, начинает... Людей обязывают отдавать часть своих... Ну, как бы налог начинают собирать с людей, опять же, в виде скота. И происходит усиление вот этой всей монастырской истории. И монастыри начинают постепенно, постепенно по всей Монголии появляться. Эта система разрастается, власть вокруг них усиляется. И все это, конечно же, контролируется монгольскими князьями. И здесь, конечно же, не обошлось без участия во всей этой истории Цин. То есть, как мы знаем, Цин — это династия маньчжуров в Китае. То есть, начиная с XIII века, максимально там, огрубляя, была Юань, потом была Мин, потом вот Цин. А Мин — это именно китайская династия. Цин — это маньчжуры. Маньчжуры, они тоже были кочевыми племенами, похожие по быту чем-то на вот тоже монголов, на тюрков. Но у них такая всё-таки отдельная ветвь. И, собственно, маньчжуры тоже понимали, чтобы как бы починить и привязать к себе монголов, нужно тоже действовать хитро. И вот, собственно, когда в Монголии появился, скажем так, вернёмся вот к этой картинке, здесь IV Далай-Лама посередине, да? И когда умирает III Далай-Лама, было решено IV найти именно в Монголии. И это единственный Далай-Лама, который был рождён в Монголии, и все остальные, они рождались уже в Тибете. Ну и как я вам перед этим уже объяснила, это объясняет расстановки сил, да, определённо. И вот IV Далай-Лама, он рождается в Монголии, но когда едет, он прожил совсем недолгую жизнь, получается, с 1589 по 1616, то есть это 27 лет. И говорят, ходят слухи, что когда он отправляется... И он обучался в Монголии, то есть с учителями, которые приглашали из Тибет. И когда он уезжал в Тибет учиться, это совершенно нормальная практика, что из Монголии уезжали особенно перерожденцы, и разные высшие духовенства уезжали в Тибет. Ну и в принципе огромное паломничество было организовано по пути из Монголии, через потом Ордос, то есть это внутреннюю Монголию, и вплоть до, собственно, Тибета, там через вот эти места, которые он показывал, через... Вот путь такой был. И на самом деле он сохранялся вот вплоть до революции в Пекине, в Китае. И путь был такой, даже для наших из Бурятии монахов. Через Улан-Батор, вот сюда, через Гоби вот здесь, потом через внутреннюю Монголию, потом вот здесь через Цинхай, и вот здесь потом до Алхаса. Здесь, там уже Алхаса. И здесь по пути встречались большие монастыри, и паломники там останавливались. Вот мы знаем историю нашего отечественных путешественников, Цибикова, Борадина, которые под прикрытием, они были буряты, и чтобы сфотографировать Алхасу, Цибиков, вообще первый фотограф Алхаса, если кого-то ловили на пути в Алхасу и видели, что у него есть фотоаппарат, это начало 20 века, то могли этого человека казнить. И поэтому всячески пряталось вот оборудование, очень много путешественников, паломников и ученых под видом паломников пытались попасть в Тибет, сделать его фотографии, именно Алхаса, столицы Тибета. Но вот не удавалось. До тех пор, пока Цибиков не прошел весь этот путь, то есть он сначала приехал в Бурятию и потом отправился вместе в одежде монаха, но подготовленный, то есть он четко понимал, что он будет делать, что он будет фотографировать. У него в сапоге, вроде как в сапоге, был спрятан фотоаппарат. А, нет, 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 у него был не в сапоге спрятан фотоаппарат. Знаете, есть такие хурде, молитвенные барабанщики, которые нужно вращать, в монастыре, не знаю, может быть, я сейчас найду фотографию, может быть, даже кто-то держит эту фотографию, это хурде. Это наш монах, нет, он не с хурде. Ну, в общем, это такое приспособление для чтения молитв. Его с рукояткой есть, есть такие при входе в монастырь, они стационарные, большие, их как бы вращают, и тем самым молитвы читаются и распространяются во все стороны света. И есть такие тоже ручные для медитации. И он внутрь этого молитвенного барабанщика, они, цибиков, вместе с учителями, спрятали фотоаппарат. И вот, собственно, он ходил по окрестностям и делал фотографии, и это было совершенно незаметно, потому что этот предмет, он всегда с собой и должен быть, собственно, у паломника. То есть... Да, конечно. Если эти фотографии где-то выложили и их нашли, то что он был, или было что-то? Ну, это мы уже смотрим с позиции современности. Тогда узнать, что кто-то где-то сфотографировал, и... Ну, как бы... Как все это происходило? Вот, значит, цибиков приехал, сфотографировал, и потом так же... То есть это все строжавишее секрете. Никто не знал из тех, кто вот с ним другие ламы были. Все думали, что он лама, что он служит в определенном истре, у него была легенда, и все думали, что он делает какие-то заметки себе чисто с целью рассказать потом родственникам, как там он сам говорил. Ну, это чтобы я запомнила всю красоту этого святейшего места. То есть все это в строжайшем секрете было. И, собственно, когда он приехал, когда он сфотографировал по пути, он тоже много чего фотографировал, он вернулся потом из своего путешествия в Санкт-Петербург, и когда эти фотографии и его дневник были опубликованы, это произвело огромнейший фурор. Его, собственно, труд, его дневники, они были переведены на все европейские языки на тот момент, которые были в почете. и на многие другие. То есть там надо посмотреть, ну, прям большое количество, большие тиражи были. А как все это, ну, как бы, мне сложно представить, как это все дошло бы до Лхаса и обратную связь вот это. То есть это же тысяча километров. И это штучный материал. То есть даже издание начала 20 века нельзя сказать, что какие Коля, тиражи, как ты думаешь, книг шли вот в этих наших книгах тоже. Что там? Какие тиражи? Я просто хорошие. Ну, я не думаю, что какие-то сильно большие. И они расходились вот из рук в руки. И поэтому представить, что ну, вот я знаю, что Далай Лама предыдущего, не 14, а 13, да, который прям до него был, который в 33 году умер, он невероятно интересовался фотографией, то есть его это жутко увлекало, ему интересно было. Там рассказывали, что у него и самовар был наш русский, и всякие какие-то приспособления, и какие-то вот он любил нововведения, и в том числе увлекался фотографией. Но одно дело, это его личные какие-то увлечения, и когда он вне Лхаса, а другое дело, это закон, который есть в Лхасе. То есть здесь тоже нужно понимать, что не могут, даже чисто гипотетически, если мы пофантазируем, вот доходит этот слух до Лхаса, что там были сделаны фотографии, что они там разошлись с тиражом. Ну и что они теперь шпионов отправят? Ну куда-нибудь там, ну они языка не знают, ну чего, ну как бы это закрытое очень место, но никто этим заниматься не будет по рассматриванию. Да, контрразведка буддийских монахов. Какой бы было казнителем? Ну конечно, ну как бы казнить человека это нам сейчас кажется таким негуманным чем-то, но на тот момент и если взять Тибет, это не казалось чем-то таким страшным. Ну то есть это было другое время, это были другие нравы и другие законы, и это были их законы. Так, отвлеклись. возвращаемся к Дзанабадзеру и к Монголии и к ЦИН. Собственно, ЦИН пытались подчинить себе вот эти монгольские племена, потому что они постоянно совершали набеги, постоянно ну совершали разные дискомфорты, особенно на севере, северо-западе Китая, и, конечно же, ЦИНскому правительству это не нравилось, и они всячески пытались хитрым таким путем подчинить себе Монголию. И собственно был создан вот этот институт Богдагигена в Монголии. То есть это такие главные перерожденцы в Монголии. То есть если Далай-Лама, мы закончили на той истории, когда Далай-Лама Четвертого отравили им, а он был именно из Монголии. И в следующей уже Далай-Лама они рождались в Тибете. И в Монголии было решено создать свой такой собственный уже институт, Тулку перерожденцев, и это собственно вылилось в такое создание этой линии Богдагигена. И вот первый Богдагиген Зана Бадзер невероятно известный человек не только своей эрудицией, знанием, но и тем, каким он талантливым скульптором был. Вот здесь я привела примеры. И Зана Бадзер он в принципе вырос с такими учителями, что он очень лояльно относился к ЦИН и к Китаю в принципе он много времени проводил в Пекине и всю свою да, что? Это как раз его изображение? Да, это Зана Бадзер. А он что у него в руках? Это мясо? Это мясо, да. Вот, собственно, мы приближаемся к... Мы отходим уже от антропологической части и приближаемся к... Ой, отходим от исторической части моего повествования и приходим к антропологической. И, собственно, вот это очень тоже к переходу это всё в эту тему. Да, он держит мясо и, собственно, режет его. И, как бы, не зря это его каноническое изображение, это как такой символ, что вот это он главный человек в Монголии. И последний бог Дегиген, вот он, последний бог Дегиген Восьмой, который умер в 1924 году, то есть уже после него началась советская полноценная такая власть в Монголии. А с 1911 года по 1924 год была такая полноценная теократическая монархия в Монголии и во главе которой стоял вот бог Дегиген. То есть это был глава этого государства. А справа вторая его жена Генен Пил. Мне невероятно нравится эта фотография. Я решила ее вам тоже показать. И внимательные зрители могут вспомнить Падма Амедала из «Звездных войн». Собственно, создатели фильма вдохновлялись в том числе монгольским костюмом. я решила вам тоже его показать. И да, и собственно как так получилось, что с одной стороны есть буддизм, есть монастырская система, есть виная, есть правила поведения в монастыре, что в том числе определенную пищу надо употреблять, что нельзя причинять вред живым существам и много-много другое, что есть такие догмы, которые есть в буддизме. И как же так вышло, собственно, что вот мы видим на фотографии это обоа тахилга, это по-бурятски это обоа тахилга, как же так вышло, что вот мы видим обряд, почитание духов и подношение, жертва предношения этим духом, то есть вы видите лам, которые читают молитвы вот справа на картинке и также выстланное там, не знаю, по-моему, на чем-то оно все-таки лежит, на скатерзине какое-то, но это не существенно, не так важно. И в каждом из тазиков там мясо, правильно, и молочко рядом еще стоит, потому что подношение это мясо и цаганде, цаганде это белая пища, то есть это молоко, молочные продукты, такой ару, это сушеный творог, это все надо подносить духом. И у монголов нет совершенно как бы, да, никакого противоречия здесь, то есть это совершенно гармонично и нормально выглядит. Но что из себя вообще представляет этот обряд? считается, что по всей местности, да, где либо это горы, либо пересечение там дорог, то есть какие-то нехорошие места, либо это начало реки, либо высокая гора, считается, что это место обитания духа, причем, что если мы говорим про гору, то очень сильного духа, в том числе потому что вода, источник жизни, она берет начало с горы. И к таким духам в Монголии всегда относились с большим уважением, даже, например, монгольский сапог, он имеет такой загнутый вверх носик, именно потому что нельзя землю упираться ногой, то есть нельзя ее лишний раз пнуть, это может потревожить духов, которые там находятся, это может быть считано как какое-то неуважение к ним. И вот собственно отношения, которые выстраиваются с этими духами, они похожи на отношения к уважаемой персоне, то есть это такая коммуникативная теория, что отношения с духами выстраиваются так же, как вы бы, например, строили отношения со своим очень почитаемым родственником. Почему так происходит? Нам сейчас людям городской культуры и вообще живущим в 21 веке очень сложно представить, как так получилось, что есть какие-то духи, что-то им нужно подносить обязательно, ну как бы зачем все это делать? Ведь можно обойтись совершенно без этого и мыслить рационально. Хотя в нашей повседневной жизни полно нерационального. Это начиная с каких-то суеверий и заканчивая глобальными такими вещами, когда мы связываем события, которые не связаны между собой. Кошка перешла дорогу, а мы думаем, что автобус не пришел, потому что кошка перебежала дорогу. На самом деле наш мозг связывает эти события между собой, делая их взаимосвязаны, хотя между ними никакой связи не существует. И возвращаясь в Монголию и в Бурятию, вот эта фотография сделана в Бурятии, на севере Бурятии. Этот регион очень важен, вот эта фотография сделана вот здесь, под Крумканом. И как вы видите, вот эти все монастыри, которые изображены на картинке, это на первую половину XIX века. И вот на юге довольно сильно, это как раз граница с Монголией проходит, это граница с Монголией. В Монголии похожая картина, там невероятное количество тоже монастыри было. А на севере, обратите внимание, вот здесь практически нет, только один бракузинский дацан стоит. Вот эти буряти, которые здесь живут, они невероятно сильно ценят свою вот эту архаичную религию, именно почитание культа предков, почитание культа духов местности. И они когда-то жили на западном берегу Байкала и очень гордятся тем, что они ушли и не поддались в этой буддизации. И эти места нам важны с той точки зрения, что они сохранили в большей степени вот эти сообщества, те буряты, которые живут там, они сохранили в большей степени какие-то архаичные элементы вот этих верований монгольских, монгольско-бурятских. Ну, собственно, не знаю, наверное, это надо все-таки сказать. Буряты это тоже монголы, и калмыкии это тоже монголы. Разница в том, как между нами, например, и белорусами, ну, то есть минимально. И у них языки тоже взаимопонимаемые. Плюс их связывает совместная история общая. И да, вот эти места, они нам важны в том плане, что они сохранили такие архаичные черты, и вообще, в принципе, изучая культуру, очень важно всегда проводить такие параллели, да, но не с каким-то отдельно взятым народом, а именно с близкородственным, да, и смотреть, как какие-то элементы варьируются. И возвращаясь к духам, вот представьте, что, на секундочку, пофантазируйте, что мы живем в месте, где от погоды непосредственно зависит наше выживание, что если завтра, не дай бог, будет экстремальная температура, либо выпадет много снега, то скот, который нас который мы питаемся, он может пасть, и тогда будет бедствие, будут катастрофы, семья останется без пищи, и просто все, ну, будет катастрофическая ситуация. И в Монголии, к сожалению, такое бывает, и бывает сильный ветер, бывает большой снегопад, бывает сильная засуха летом, и эти погодные условия, они непосредственно решают, жить нам завтра или не жить. И если мы посмотрим это под таким углом, то уже, наверное, взаимоотношения с этой самой необузданной, неподконтрольной силой, уже, возможно, будут некоторые, мы посмотрим на них иначе. И даже я, когда провожу много времени в тех местах, вот, когда я уезжаю в Бурятию на месяц, на два месяца, случаются со мной разные, как бы, истории. Я, как человек городской, привыкла, что, если мне нужно, я еду. И вот я как-то хотела доехать до озера Байкал, а чтобы до него добраться от Улан-Д, нужно пересечь перевал. А перевал, там может выпасть снег, причем, что везде будет довольно приятная температура, да, а на перевале будет снег и машина может встать. А еще хуже, люди там могут замерзнуть. Как мы знаем, в Якутии, в принципе, огромная смертность именно из-за того, что люди замерзают просто-напросто. Иногда даже не доехав нескольких километров до какого-то поселения. И я вот захотела поехать, и я говорю, нет, я все равно поеду на Байкал, я хочу. Мне запретила вот та женщина, с которой я на тот момент, с которой я дружу, у которой я жила, она мне запретила ехать и сказала, что мне нельзя. потому что передавали, что возможен снегопад на переваль. И были те, кто поехал, то есть такие же городские жители, которые поехали. Но чтобы вы понимали, чтобы добраться до перевала, нужно где-то два часа. То есть, если, не дай бог, там стрянешь, либо заглохнет там машина, то там останешься на ночь. А если будет холодно, можно замерзнуть вообще, в принципе. Либо может произойти авария из-за того, что будет гололед. Либо машина просто не заедет в эту гору, потому что там довольно сильный уклон идет вверх. И придется, либо произойдет какая-то авария, либо придется возвращаться. То есть, в любом случае, много чего может произойти. И да, мне не разрешили ехать, но я очень сильно хотела. А потом оказалось, что снегопад был, и машины не могли проехать. То есть, они ждали следующего дня, когда туда приедет техника, и когда они посыпят, значит, эту дорогу. И, собственно, вот этот перевал, про который я вам сейчас рассказываю, это вот этот перевал. То есть, это уже вершина такая вот этого перевала, да. И, конечно же, там живет хозяин этой местности, хозяин этого перевала, этой горы. И эти места, они чаще всего маркируются такими вот ленточками, хадыками, либо химорь, тоже такой ритуальный флажок с конем. И обязательно, обязательно, когда проезжают мимо этого перевала, либо выходят, и вот, как вы видите, это мой друг Чингис, он бросил зерна риса, зерна, да, у риса зерна, зерна риса бросил, и тем самым он принес небольшую жертву тому духу, который там вот живет, который там находится. Можно, если, например, человек опаздывает, он может поздороваться с этим духом, то есть он может вот руку так показать, либо может из окошка бросить рис, либо пшено там, да, либо, что вот касается в Монголии, вот это, например, уже обо в Монголии, то есть так, такими грудами камней в Монголии маркируются вот эти тоже, называются обо, маркируется, что вот здесь есть хозяин. Они могут быть либо из камней, либо, как мы видим справа на картинке, сложены из дерева. И да, там живет хозяин вот этой местности, хозяин перевала, хозяин горы. И в Монголии чаще с ними здороваются, сигналят на машине. И также такие хозяины есть вот на входе в деревню, то есть вот там деревня Аргада, и на подъезде к нее тоже есть вот дух, и его нужно как бы обязательно, обязательно покормить. И здесь я хотела сказать, что вот эта фотография, кстати, Дзуда, Дзуд это, собственно, такое явление, когда падешь скота в Монголию, то есть когда экстремальные какие-то температуры мы видим слева, да. А вообще, в принципе, для Монголии Брятии характерно, что зимой снега нет, а он такой как бы сверху, да, вот травы, но все равно и лошади, и овцы, и крупный рогатый скот, они могут его добывать. И поэтому, собственно, и опасен снег, потому что если он будет слишком глубокий, то не смогут, скот просто не сможет добыть себе пищу, и поэтому начинается падеж этого скота. То, что в Монголии, вот, скажем, такой снег, это скорее, ну, как бы исключение, да, обычно он выпадет, и потом сразу же на следующий день солнце светит невероятно ярко, и он как бы такой же подтаявший, и можно питаться. Также духи хозяина местности есть у воды, вот это не моя фотография, я это буду обозначать, да, где не моя, остальные все мои. Также есть вот дух у воды, и это очень сильный такой дух, считается, что у него нет глаз, потому что он может забрать любого, для него неважно, старый ты, молодой. И ведь это не просто так сделано, ведь игра с водой, это тоже одна из самых частых смертей в деревнях, и у нас в том числе, в наших деревнях. И вот создание, как бы, и должен быть определенный диалог, выстраиваться вот с этими духами. То есть, как дети вам объясняют, не надо туда ходить, потому что там сильный дух, он может тебя забрать с собой. И лишний раз ребенок не полезет, как бы, да, в воду. И, собственно, сейчас мы уже наблюдаем, вот это, да, север Бурятии, это гора Бархнула, считается, что там живет вот сильный дух. И еще такое небольшое отступление. В Монголии, как мы знаем, сейчас уже есть кладбище и захоронение в европейском таком стиле, в землю. А до этого не было, да, захоронений. И просто оставляли тела, ну, на той же священной горе. И потом уже оно разлагалось, животные там тоже его ели. И считалось, что идет такой, да, круговорот вот этой жизни. А и по этой причине, вот, мы, когда ходим поклоняться нашим предкам, мы приходим на кладбище. То есть у нас физически есть это, да, это место, куда можно прийти и куда можно, где можно отдать дань своим предкам. Ведь мы, на самом деле, тоже невероятно у нас сохранились эти архаические, да. А сколько они все время? Мы уже вышли? Еще что-то. Снадцать тридцать, и нет, все прошло. А, все, отлично. Да. Значит, вначале, да, я вам рассказывала про религию, про то, как она проникала, как происходила рецепция буддизма. Но религия — это все-таки определенное очень, да, явление, определенная такая конструкция. Но помимо нее есть еще вера. Вера — это совсем другой концепт. Вера нам больше помогает понять что-то про человека, про то, как устроена его вообще повседневность в этой жизни. И если мы обратимся к самим себе, и вообще всегда, говоря о других народах, о других культурах, нужно всегда проводить параллели с самим собой, такой рефлексией заниматься, да. И вот у нас, у среднестатистического такого жителя Российской Федерации, ну, возьмем, да, православного, возьмем человека, и что его делает православный. Вот что этот православный, как его повседневность устроена с точки зрения веры. Ну, периодически он может там попросить Боженьку о каких-то помощях в его делах. И я могу сама за себя сказать, я хожу только и праздную только Пасху, по сути. А Пасха, что это сам за праздник такой? Ну, могу иногда сходить в церковь на крестный ход, да. Ну, и то это вариативно. Чаще всего Пасха состоит из того, что те, кто постарше, они идут на кладбище, опять же, то есть это архаическое вот это поклонение своим предкам, да, желание их подкормить. Приносим на кладбище что там? Печенье, конфеты. Часто приносят даже чай. Кто-то поет, то есть своих предков поет чаем. Здесь мы видим, ну, как бы то же самое, да, тоже совершаются эти подношения. И обязательно чокаются яйцами, да, вот это такой маркер, что Пасха, это обязательно нужно чокаться яйцами. И сам смысл этого действия, что, ну, как бы, как соотносится вообще Иисус Христос и вот эти, да, пасхальные яйца. Это более древняя традиция, на которой сверху наложилось, нашлифовались новые смыслы, да, вот эти христианские. Просто у нас это было сделано тысячи лет назад, то есть у нас это было сделано в девятом-десятом веке, да, а у них это было все сделано, ну, 300-400 лет назад, то есть у них, а в Бурятии, вот эти места, которые я вам показываю, это все происходит вообще на наших глазах, то есть буддизм только-только начинает туда проникать. И вот это конструирование, оно происходит на наших глазах. И возвращаемся вот к Пасхе, к яйцам. Такая происходит шлифовка, да, этими смыслами. И здесь происходит то же самое. Просто именно в силу того, что физически нет такого места, куда бы могли монголы прийти, ну, то есть не было, сейчас есть уже, да, захоронение, из-за того, что физически не было этого, как бы, осязаемого, да, места, именно из-за того, что они кочуют, это обусловлено тем, что они не сидят на одном месте, они как бы постоянно передвигаются. И если вообразить, что у них могло бы быть кладбище, представьте, что они уже откочевали там на 500 километров, и они же не будут ради того, чтобы совершить поклонение этим предкам, они же не будут туда возвращаться. Это просто нелогично. И поэтому ориентирами служили как раз-таки и считалось, есть такое поверье, что вот духи своих предков, они отправляются именно вот к той горе, которая считается священным. То есть к этим они отправляются и лучше вот туда. И поэтому, когда утро того же вот бурята начинается с того, что он может покрапить в сторону именно этой горы, он, по сути, делает то же самое, как наши родители, родственники идут на могилу к своим предкам. То есть кто-то это делает чаще, кто-то это делает реже. Но вот я знаю, что особо, не особо как бы верующие, но довольно часто люди туда приезжают, довольно часто именно вот их туда тянет, да, принести что-то, оставить что-то, покормить. И здесь то же самое. Просто совершается это в сторону именно вот, в сторону такой почитаемой горы. И вот здесь это именно бархануло, и считается, что туда, именно там находятся души предков, и именно в ту сторону нужно делать такие крапления молоком. То есть это тоже такая же утренняя жертва. Утренняя жертва своим предкам. И как мы видим, здесь еще тоже внизу есть вот это источник, тут плохо видно, видите, горшок, ковш, которым можно взять водичку, умыться. И здесь стоит вот такое сооружение, столик, где можно оставить подношение, где можно сделать, принести жертву, то есть разбросать рисы, ну и сделать подношение. И как мы видим, вот совсем недавно была выстроена ступа, и совсем недавно туда начали приезжать именно ламы для того, чтобы совершать обряд тоже свой. И как мы помним, вот этот север Бурятии, он всячески сопротивляется, да, вот этим буддийским нововведениям, буддийскому влиянию. И как вот, собственно, мне рассказывали информанты, кто-то положительно относится к тому, что там ламы появились, а кто-то такие радикально настроенные, да, они говорят, что именно из-за того, что ламы на протяжении, там, последних десяти лет начали читать молитвы, у нас теперь засуха, например, происходит. То есть и такое, то есть встречается это проникновение буддизма, вот на север республики, оно проходит с таким, как бы противоположной, да, такая тенденция, кто-то её принимает, кто-то сопротивляется. И всё это выливается вот в такие интересные, как бы формы, что мы видим вот на обряде Ого-Отахитлок. То есть это взятый такой именно, ну, будем его называть условно-традиционный, потому что что входит в традиционный, и что это значит, это тоже предмет разных дискуссий. Но вот, огрубляя, да, существует определённый пласт, пласт вот этих архаичных верований, то есть поклонение вот этого культа, вот предков, вот почитание этого Ого, подношение этим предкам мяса. То есть это, по сути, та же наша, собственно, Пасха, да, только она вот здесь такая. И теперь уже, как бы, да, становится понятнее, почему там присутствуют ламы. То есть они таким образом, как бы, вот одно дело, да, это религия, одно дело это влияние, одно дело это власть, а другое дело это верование простых людей, то есть верование и повседневность простых людей. И для того, чтобы распространять своё влияние, необходимо встраиваться в эту повседневность, необходимо смыслы эти, как бы, захватывать, да, трансформировать их. И вот здесь мы, собственно, видим такое классическое подношение культу горы, культу вот этого Або, подношение, если глубже копнуть предкам, как я вам объяснила, потому что на Або слетаются души именно умерших предков. И все это находится, все это сопровождается ламами. Но здесь сделать нужно оговорку, что есть такие ово-атахилок, на которых не присутствуют ламы, то есть на которых приглашают именно шаманов. Но это такое, скажем, предпочтение именно какой-то семьи. На таких крупных почитаниях ово-атахилок всегда присутствуют именно ламы. Вот, и приносится жертва этому духу, а потом мясо священно, оно забирается и съедается. А в более таких архаичных местах, вот как я вам уже рассказывала, на севере Бурятии, всегда сравниваем, да, там сохранилась более древняя версия этого обряда. То есть там день начинается с того, что вот тоже вот это почитание обо, что женщины, значит, мужчины именно семьи и шаманы, они собираются рядом с домом, приносят жертву, овцу, а все женщины находятся дома. Мне разрешили наблюдать исключительно с лавочки, которые к дому относятся. То есть я наблюдала за всем этим, с такой женской стороны все. А к мужчинам ближе мне не разрешили подобраться. И на сам обряд я не ездила, потому что туда тоже женщинам ходить не разрешается. И потом приносится жертва, мясник разделывает мясо, приглашаются женщины, они очищают кишки. Все мясо варится потом в чане. И после этого, когда мясо сварилось, его приготовляют так, как будто бы будут есть сами люди. Но потом его, это мясо забирают на уво и складывают его на такой, ну, небольшой алтарь, складывают именно так, как, ну, вот расположены органы у овцы. То есть все должно быть на своих местах. Сверху накрывают ребрами, накрывают потом шкурой. И все это обкладывается тоже там печеньем, там каким-то тоже там, ну, конфетами. А потом это все зажигается. То есть это приносится жертвой именно вот духом. И там уже на готове сидят птицы, которые потом прилетают и жертву эту принимают. Это считается, что жертва была принята, было все в порядке. В Монголии, где вот, и в Бурятии тоже, когда это мясо потом забирается домой и съедается дома ритуально, да, ну, просто съедаются. Мы же яйца тоже просто съедаем на Пасху. Как бы, не знаю, вкладывает ли кто-то в это смысл какие-то еще дополнительные. Я вот, наверное, просто съем яйца. Как-то особо не задумываюсь. Ну и здесь, да, то же самое. То есть съедается эта пища ритуальная. А именно показатель того, что жертва была принята, это выступает, там, например, дождь. Дождь может полить, считается, да, вот что жертва принята. Ну и, собственно, заканчивая разговор, я вот вам привела такой пример, да, на вот именно таком обряде, как именно встраивается буддийская вера в повседневность, как она постепенно накладывает вот это и шлифует вот эти смыслы, как она их трансформирует, такие, ну, традиционные, да, такие более арахаичные пласты. И как это все вообще... Теперь можно как бы представить, как все это происходило, да, в Монголии. И, в принципе, и в Тибете тоже там своя история, но она немножко схожа. И ведь и правда в религии как бы есть догма, есть философия, есть тонкие там рафинированные ответы на то, что такое бытие, что такое человек в этом мире. И помимо этого есть простая повседневность человека, который желает, чтобы у него все было благополучно и все было бы хорошо. И, собственно, ритуалы, они на то и направлены. И другой же вопрос, какой именно человек, то есть вот этот магический специалист, кто именно общается с тем миром, у которого мы пытаемся что-то попросить. Это может быть и... Ну, это может быть и любой человек. А это уже, какой именно этот человек будет, зависит от обстоятельств и таких культурно-исторических особенностей. Ну, на этом, я думаю, закончить как раз. Не знаю, или я дольше вышла. Что-то я совсем запутал с этим временем. Можно оставить время для дискуссии, так что для вопросов, дополнений, дискуссий. Поэтому можем на этом, наверное, лекцию завершить и перейти к вопросам и дополнениям. Спасибо. А вот если не было какого-то знака, что дар принял, или всё можно интерпретировать как знак? Да, вот именно, что как знак можно много чего интерпретировать, поэтому чаще всего всё-таки жертву будет принято. А если, кстати, что не было, что-нибудь делать заново или какие-то выводы? Ну, я, мы, а мы празднуем Пасху дважды? Нет. Вот, да, вот и у них это примерно так же работает. Ну, то есть она в любом случае принята. Другое дело, что как будут трактоваться события, когда, например, ритуал прошёл хорошо, всё вроде бы хорошо, а потом через какое-то там, через несколько месяцев вдруг начался там тот же дзуд, да, или слишком экстремально сухая погода, нет водоёмов, они там осушены, реки совсем в ручки превратились. И как можно интерпретировать? Вряд ли просто связка будет именно с вот этим обрядом. Она, скорее всего, будет с чем-то другим связана. То есть там найдётся такая причина, которая, как бы, который, допустим, был какой-то сбой, и именно он будет этой связкой, как бы причиной к тому событию, которое произошло. Скорее, как-то так работает. В общем, обряд был недостаточен для того, чтобы неблагую карму перейти. Накопилось её слишком много. Да, так тоже может быть. Помнишь, что это происходит? Это летом чаще всего. Вот этот обряд, про который я рассказывала, он происходит летом. Ещё, кстати, удивительная история. Ой, да, потом. Давай, давайте. Ну, у меня, наверное, длинный вопрос, вы лучше так говорите. А, да, ну, я кратко хотела сказать, что вы знаете, что в Санкт-Петербурге есть дацан. Невероятно потрясающе. Всем советую там побывать. И вот у них тоже проходит обо-тахилток, ну, они буряты, обо-тахилга. Если по-монгольски это ово-тахилток, то по-бурятски обо-тахилга. И казалось бы, что нет в Петербурге как-то гор, да, возвышенности, и как-то духи, куда слетаются, вроде бы уже и есть места, ну, как бы, захоронения физически. Но они тоже проводят этот обряд. Просто говорят, что он будет проходить на территории монастыря и будет в защиту города происходить. То есть, как я вам говорила, помните, вот эта картинка, что на въезде в поселение обязательно дух, да, есть у этого, дух-покровитель этого поселения. И вот так же у Петербурга. И они, собственно, проводят этот обряд для того, чтобы в Петербурге тоже все хорошо и замечательно было. Любопытно, что делается это на территории Дацана. То есть, это не выходит за пределы, скажем, их юрисдикция, потому что это было бы как минимум странно. То есть, знаете, буддисты Санкт-Петербурга пошли на какую-то гору совершать обряд. это было бы воспринято уже немножко русской православной церкви как такой заход на их территорию. Вот любопытно, что они делают на территории Дацана. Да, собственно, все, что хотел сказать. Да, слушаю вопрос. А это как раз таки связано с политическими такими мотивами. То есть, он был найден в Монголии, и там очень запутанная история, как так получилось. Это говорят, может быть, его не отравили. Ну, то есть, непонятно, как там получилось, но факт в том, что он молодым именно в Тибете умер, скончался. Он поехал туда на обучение. И именно причина того, что начали искать опять в Тибете, именно для того, чтобы тибетские семьи, тибетские, вот откуда где он будет рожден, чтобы они как бы имели силу властную. Потому что как вообще это происходило? Вот, например, перерожденцы. Там же перерожденцы, их очень-очень много. Просто Далалам это самый известный. Бог Дагиген это самый известный для Монголии. А они есть перерожденцы у каждого монастыря. Причем их несколько, может быть. И у них есть четкая иерархия, кто там кому подчиняется, кто каким монастырем, настоятелем монастыря является. И вот, например, возьмем монастырь Лаврам в Тибете, и там вот последний, значит, перерожденец, который был там главой, его семья именно, то есть та семья, в которой был найден этот перерожденец, она потом и была главной, властной, собственно, единицей в этом монастыре и в окрестностях. То есть именно эта семья, она занимала чиновник, там, потом уже позже, когда они начались с советским Китаем, налаживаться контактами, именно они занимали какие-то чиновничьи позиции, именно они руководили по факту монастырем и близлежащими территориями, то есть именно им приносились деньги, и поэтому очень важно, невероятно важно, в какой семье будет найден человек, потому что именно потом эта семья, она будет, по сути, править, по сути, у нее будет власть находиться. И конечно для Монголии кому это нужно, чтобы монгольские семьи, особенно в Тибет еще там ездили, что-то прививляли, они же ведь часто вместе ездили, то есть если это идет, на обучение едет, значит, перерожденец, он же не один такой, как бедненький монах, там, скиталец, в какой-то оборваном, значит, в чем-то едет, нет, совсем не так. он, его чаще всего несут, там, вокруг огромное количество людей, вместе с ним еще простые люди, там, которые хотят на поклонение съесть в Ухасу, просто это безопасно, чем больше людей, тем это безопаснее, и особенно, и конечно же, его сопровождают вооруженные люди, потому что, вернемся вот к этому месту, вот проходя мимо вот этих мест, вот здесь, там настолько, ну вот, судя по дневникам, например, путешественника Козлова, здесь проходить было чрезвычайно опасно, то есть, могли, Козлов описывал, что это было страшное для него время в путешествии, потому что спать было невозможно, нужно было постоянно стоять на стрёме, постоянно держать ружья, и обязательно как бы контролировать ситуацию, и он даже говорил, что каждый раз, когда заходило солнце, они видели, что за ними следят тангуты, там тангуты, это такие очень интересные персонажи, народ, да, и они, собственно, всячески пытались ограбить тех людей, которые путешествуют, а, конечно же, у людей было, что грабить, потому что они шли на подношение, то есть, они шли в Улхасу, чтобы совершить подношение, на тому же Далай-Ламе, который там сидел, и, да, это была такая огромная процессия, то есть, едет перерожденец, едут его родственники, едут вместе с ними охрана, конечно же, едет простые люди, именно светские, и едут духовные люди, то есть, там такая массовая вообще. А они были все как-то обученные, что если что, драться там не нужно? Ну, всадники, конечно, которые их сопровождали, профессиональные военные, конечно. А как их религия, что она такая миротворческая совмещала, то, что они там должны драться как-то? Так это же не монахи дрались, это же сопровождение шло из-за светских людей, то есть, это едут монахи, а рядом с ними охрана их, это армия, по сути. Еще надо вспомнить эту историю с кораблем, притчу, или легенду, как, не знаю, как ее следует назвать, когда монахи переправлялись куда-то на корабле с какой-то то ли реликвией, то ли сокровищами для подношения тоже, и им открылось знание, что команда их собирается убить, и подношения это забрать. Так вот, монахи решили убить команду первыми, чтобы команда дальше не накапливала неблагую карму, так было лучше всем. так что я думаю, что и тут могло бы это существовать. Как-то, я думаю, недалеко они были, да, но в книге Торченова я легенду эту увидел, и меня счастливы. Поразило, меня тоже. Ну, разные легенды, притчи бывают, но там чаще всего, да, они вот сопровождение, конечно, регулярной армии. Ну, и вообще, в принципе, как мы понимаем, возвращаясь к монастырям, я не упомянула, что, конечно же, жили рядом, всегда, неподалеку, военные, которые были на службе у этого монастыря. то есть они, конечно же, охраняли, потому что это же невероятные богатства, там и золото, и вот эти Будды золотые, то есть это огромные деньги. Если на наши переводить, там какую-нибудь маленькую, там какую-нибудь захудалую статуэточку сделаю, там несколько миллионов на это потратить, а там, ну, как бы внушающие размеры. Тем более, если показать, какой в Ламбатре находится у них в Гандоне, это главный монастырь был в Ламбатре, какой позолоченный статуя Майтрея, она там несколько метров в высоту. Так что да, охранять там было что, и, конечно же, люди охраняли. И, собственно, на их, чтобы обеспечить это войско, конечно, нужно было тоже их кормить, а кормили их поданные монастыря, потому что, как я в начале лекции рассказала, обязательно отдавали налог монастырю, причем очень большой налог. Ну, как и у нас, собственно, у нас же тоже такая же история, что монастырские крестьяне, они были там самые такие закабаленные, самые тяжелее всех им жилось. Получается, буддизм в Монголию прошел 16 века? Ну, первые рецепции, они были еще вот со времен Хубилай Хана, то есть, это изнасти Юань, это 13 век, но они не сильно проникли, монастырей не было создано, то есть, там были, ну, это единицы, а в основном, да, в основном, это вот, получается, третий Далай-Лама, да, вот этот, то есть, это 16 век и в 17-м уже активно, да, в 17 век это уже, они были подчинены ЦИН, то есть, стали частью Китая, Монголия стала частью Китая, и, ну, вот, конец 17 века, и вот этот Богдаген, глава монголов, вот можно считать, да, вот, с его, скажем так, жизнью связанной, такое активное проникновение в 17-е, да. Там вот была, в том числе, фотография жены Багдагенга Гена, я задался вопросом, как бы, это единственный буддийский иерарх, которому позволял вступать брак, или брак происходил, ну, я даже, не понял, честно говоря, как это происходит, или какие у них в этом отношении были правила? это любопытная история, тут у меня, скажем так, существует много разных мифов, и человек, он, я сейчас какие-то из них развенчаю, это его вторая жена, как я сказала, у него была еще перед этим, он просто невероятная красавица, вы сами можете это оценить, такую греху не взять в жену, а вообще эта монастырская история, скажем так, были такие монастыри строгие, в которых и правда у монахов не было жен, ну, жен у них в принципе не могло быть, у них не было женщины, не было детей, но это было не во всех монастырях, скажем так, это скорее было исключение, и в монастыре есть разные факультеты, как я говорила, да, и вот есть факультет, есть такой факультет, где, ну, вот я вам сейчас на примере другого монастыря расскажу, Лаврана, про который я хорошо знаю, это монастырь, он вот здесь находится, рядом с озером Цинхай, вот здесь, там тоже живут и монголы, вот эти, и дед монгол, собственно, там были, и часть тибетцев, то есть это тоже монгольский монастырь вот здесь, и как там обстояло дело, что это считалось невероятно строгим по дисциплине монастырь, и там правда ни у кого не было как бы жен, и монаха живет, вот повседневность монаха такая, что он живет в своей небольшой комнатке, и с утра до вечера, с утром он идет обучаться, идет на молитву, вечером он идет домой заниматься, там варит себе чай, в том числе и на утро, ну как мы понимаем, чай это не только чай, а и там с пшном, и это как бы еда полноценная, вот, и невероятно все строго, то есть есть наблюдатели, которые за ними смотрят, и есть такой факультет, максимально стройки, где им даже не разрешается между собой разговаривать, то есть они ходят друг за другом гуськом, то есть вот по описаниям наших путешественников, они ходят друг за дружкой на определенном там расстоянии, просто с молитвами, постоянно читают, 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 и есть как бы так, дни отдыха, это всего лишь два-три дня вроде как, насколько я помню, из дневников Бородина, нашего путешественника, который также под прикрытием поехал туда, в виде лам, в виде ламы, а сам он был ученый, классический такой востоковед, и вот он говорил, что есть дни отдыха, когда они там могут общаться, когда могут выходить за пределы монастыря, и там определенно, значит, привлечено к определенному празднику, но это, скажем так, такая идеальная картинка, то есть это вот тот монастырь, который можно назвать образцовым, а если мы возьмем средний такой статистический, то дело обычно так состояло, что вот есть монастырь, в нем живут ламы, да, они собираются на молитвы, к ним приезжают, чтобы сделать какие-то ритуалы, но рядом с монастырем, как я объяснила вначале, есть, конечно же, рынок, есть постройки, где живут те же торговцы, где люди останавливаются на ночлежку, те же там и какие-то властные единицы, и паломники, и вообще этим паломникам где-то надо питаться, то есть это обязательно, там активно идет торговля, и в том числе там же есть и кабаки, и есть и места, где можно, ну, все-таки военные так же живут там, конечно, такие места были, люди, какие есть-то и сейчас, такие и раньше были, и в том числе жили и женщины вокруг монастырей, и часто женщины жили без мужчины, потому что их мужчина, он был в монастыре, ну, монах, но это никак не противоречило то, что, да, он монах, у него есть вот там жена, но она неофициально, она воспитывает там его детей, но как по-другому, там десятки тысяч монахов вообще по Монголии, как-то же нужно продолжать род, и вот сейчас, если мы, например, приедем в Монголию, то это нормально, что у ламы есть жена, ну, то есть, в светском мире, что у нее есть дети, что он на них заботится, вот у меня есть любимый мой информант, Жаргал Бакшал, в Иволгинском дотсане Пурятия, у него двое детей, это совершенно никак не противоречит тому, что он невероятный специалист и вообще преподаватель, он проректор университета, и это норма, скажем так, не норма, скорее, когда они ведут такой отшельнический образ жизни, это развенчание мифа. Можно еще один? Да, можно, конечно. А вот получается, от... Ну, вот Путина, да? И обряды с духами, это получается единственное, что осталось от... пашманизма. Есть еще что-то, что как-то так вот странно взаимодействует между собой, как-то даже противоречиво. Ну, я понимаю, что вы сказали, что для монголов это нет никакого противоречия, но все-таки это как-то, не знаю, странно, что ли, что-то вот две как-то и великие. Ну, вот я привела пример, их очень много, я просто выбрала именно этот обряд. А, много? Я просто думала, что именно он. Нет, нет, это один из, их там очень-очень много разных, а что касается, тем задумываются ли они, ну, там и задумываемся, тем, что на Пасху мы эти яйца красим. Нет, не задумываются, мы просто их красим и просто идем в церковь. Ну, как бы особой рефлексии это не поддается. Но, например, в Бурятии часто там все-таки говорят, что вот буддизм, он уже был заимствован нами, традиционная вера у нас вот такая. Но в Монголии я таких разговоров реже слышу, такие разговоры. Вот. И здесь есть еще один момент, когда мы говорим про вообще, вообще про повседневность человека, про то, как устроена его социальная жизнь, здесь нужно иметь в виду, что есть то, что человек делает, и то, что человек говорит, и то, что человек говорит, что он делает. И часто, вот по моему полевому опыту, это все разные вещи. И часто именно то, что он делает, оно более архаичное, то есть оно такое сохранившееся из глубины что-то. А смысл, они уже могут как-то меняться, как-то наслаиваться, как-то пересобираться, по-разному. Сейчас же тоже это все пересобирается. На севере Бурятия, как я говорила, активно насаждается в буддизм. Это на наших глазах все происходит. Там появляются новые места почитания. Там создаются, строятся монастыри. Какие-то места, сейчас вам картинку покажу, вот это, например, тоже на севере Бурятия. Это считается, что тут живет дух вот этой воды. Это называется нудни-аршан, глазной источник в переводе с монгольского. Но это в Бурятии. Я просто часто перекладываю все на монгольский название, потому что для меня монгольский такой первоначальный язык, а бурятий он уже такой потом мне его касалось. И вот, как мы видим, здесь женщина умывается и считается, что если ты едешь, что там живет дух, дух воды. И когда ты едешь на север, можно сюда приходить лечиться, местные жители соседних поселений, они приходят туда глаза лечи, то есть они умываются и как-то все проходит. Либо если ты едешь, это дорога дальняя, то тоже нужно остановиться, спешиться и вот тоже умыться, и якобы потом в дороге лучше будет и как-то благодать тебе придет. И как мы видим, вот совсем недавно, буквально там 10 лет назад там были поставлены такие молитвенные барабаны, буддийские именно, и такой алтарь, да, небольшой, и в нем тоже божества. И тоже опять, да, наслонение идет такое. И теперь уже, когда человек спешивается, он не просто умывается и оставляет монетки, зерно или там сигаретки этому, или там, то есть совершает подношение этому хозяину, но он еще и этим божеством совершает подношение, потому что, видите, создано специальное пространство, и вот там вот здесь сигареты, монетки, то есть он туда кладет все это. То есть такое получается соединение. Спасибо, хорошо. Ну что, все, тогда заканчиваем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok